такими дебютами вообще так мы продолжаем мы продолжаем веселые минутки если что партий 7 в целом наверно это не идеальное поле для короля но с другой стороны есть свои плюсы например свежесть возникающих позиций так прошу прощения свежесть так мы б5 разве есть поскольку у нас слон мощный вершину это же стало до 4 сейчас его понимают с 4 все зимнули наверно не знаю так не работает что делать что не раз вон цепь ферзе 7.0 развиваю друзья теперь поскольку 6 нас просто идеальное гармоничное расположение фигуры на ферзе во фланге мы переходим в активную активнейшую атаку на ферзе это самое важное пешка позиция Как только вы съедаете перка. Чёрные играют в уголки на ферзе во фланге. Они, видишь, кругом двигают на одно поле каждым ходом. С3, и в итоге ещё чёрные дадут мат просто. Он хочет дать мат на опережение. Это как-то немножко нечестно. Мат должны давать именно мы. Так что я думаю, что ты неправильно понял. Это идея этой рубрики. Да. Может быть, ты забыл его предупредить? Да. Забыл. Ну, он должен был сам догадаться с другой стороны, согласись. Ну да, некорректный такой получился. Да. Пошли. Какая жертва. Какая жертва. Это талантище. Талант. Ладно, меняй друзей. Достал, скажи всё это. Да, в конце 7. Е6. В конце 5. Околой ход. Неожиданно. Как мой. Это взаимная жертва. Обратная жертва Петрова. Это такое новое название практического приёма. Контржертва. Именно обратная жертва Петрова. Это похоже на название Адибута в шашках. Ж4. Ж4. Ж4 стоит пойти? Нет, наверное, всё-таки не стоит. Там выпарка быстро закончилась. Король Ж3. Король Ж2. Вот Ж3. Мы просто Е4 вынуждаем. Наконец. Избыточная защита пункта Ж4. Теперь заканчиваем развитие, получаем комфортную позицию. Ну и перевес, естественно. Да. Я думаю, что уже кто-то получше у белых. Потому что очень мощная атака на крыльцком плане. Её это понимает. Поэтому кардинально меняет рисунок борьбы, жертвует фигуру и стоит безнадёжно. Никита, я не понимаю, почему они жертвуют. Ну потому что по-другому не получается бороться за тебя дебютами. Ты разве не видишь? Они слишком опасны и сильны. Вот я один ход оцениваю. Он так долго считал, сколько у меня там боёв, что решил всё-таки не выигрывать. На самом деле мне было интересно, побьётся или нет. Я испугался. Там всё дело. Избегает разменов. Не понимаю этого шахматиста. Это как можно избегать разменов вообще? Абсолютно. Зачем ты сел за доску, да? Да. Сона 6 коварный удар. Всё, и мы даём мат. Наверное, G7. Пятью способами. Так, он хочет съесть ладью. Это очень страшно. Нет, это не очень страшно. Сейчас в ферзе в 8 очень тонкий ход, да, я его недооценил. Поэтому, наверное, не надо брать ферзя и пойдём G5. Фиксируем мощнейшего основного шеста. И жертвы второго. Раз напали, надо пожертвовать второго. В общем, хочется брать ферзя, что меня, конечно, не очень радует, но и дать мат. Нет, получить шах, собственно, с F3 ты забыл. Да, мы не будем брать ладью, конечно, сейчас она даст какой-нибудь шах, и мы не будем её брать. Зачем её брать? Ну, давай. Ну, пожалуйста. Сюда, 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 и шах. Так. Ну, это десятая победа. Да, поехали. Ф6. Ж5. Он закрыл линию для ферзя, поэтому это безопасно. Для чего? Ж5. Ну, кстати, хороший дипа, мы будем её почаще применять. У соперника нет особого противорядия. Е5. Соперник это собирательный образ в данном случае. Имеется в виду не какой-то конкретный соперник, а соперники в общем. Так, лежит 4. Фоня в 6, защищаем под F7. Сейчас мы будем... А, он не хочет, чтобы мы поймали коня, поэтому меняйте его. В основном Е7. Кстати, очень важно поменять чернополов. Это вот типичная стратегическая идея данного дебюта. И чёрные получают отличную контр-экру. Они в 5. Ферзя в 5. Разумеется, он не будет менять ферзи, потому что очень зловредный. Нет, ты смотри, от этого шамотиста я начинаю уважать. Добряшка. О, где же 8? Тонкий манёвр. Да. В 4, вот это же кто. Где же 7? Прячемся. О, ну-ка, почему-то не меняешь фигуру, только я похвалил. Ну, опять не меняется. Видимо, это было случайно. Не донес. Да, они в 4. О, ну, а другое дело. Может быть, может быть, он неплохой человек. Не всё потерял. Это же 1. О, что-то не доценил. Придется переходить пешечную ночку. Придется флаг просто рубить, как обычно. Отлично. Отлично. Давай делаем стат. Сколько пешек убила, останется в конце этой партии? Ну. Кирилл, предсказывай. Ну. Работы нет. Тебя заставят её съесть. Ты сейчас флаг уронишь с этим темпом. Почему он не хочет пешку? А он специально не отъедает. Это на патовую идею, ты понимаешь? Блокируем. Блокируем. Кроль Б5. Так, у нас почему-то маловато, мне не так, наверное. Да, точно. Всё повели. Повели ферзя. Отлично. Кроль Б5 был мат на любой ход короля. Нет, ни на любой, на король Б6 нет. Обидно. Так, ну. Уже полчаса мы играем Так, и мы пойдем конь А6 в данной парте Идея хода заключается в том Чтобы пойти конь Ж8 Конь Ф6, конь Ж8, потом Е6 и конь Е7 Таким образом мы вынуждаем Оставляющие ходы Теперь можно уже приступать к нормальному развитию А именно к размену коней местами Да, мы как-то осуществляем Осуществляем эту идею Личную позицию Теперь можно еще раз Прокрутить динамо Ну что, что, если это партий, чтобы он там не дергался Ашпин, блокируем Он сейчас побьет, конечно Может и нет Обидно Нам могут дать мат в этой парте Что, в общем-то, нередко сделано Так, РЛБ7, конечно, не очень удачный ход Потому что я отнял поле для перевода у своего коня Придется искать другие пути Маршруты Например Ярил, что-то у них проблема Они могут понять, как туда привезти Как туда привезти коня Куда? На G8 На G8? На G8 Ладно, все это уже не актуально Потому что коня пришло поменять на ладью Да И у нас лишнее качество времени маловато и нам И позиция плоховато И позиция плоховато Нет, все нормально Самое главное А, ну да Жертва, жертва наберевает, смотри Сотяжка проходила Но уже проскочили Потом D7 Укрепляется Ну, в общем, мы выигрывать парки Почему-то шахматисты склонны недооценивать значение дебютной подготовки в пуле Я абсолютно не понимаю этого подхода Но после дебюта это самое важное при игре в пулю Важнее только, чтобы рука не скользила Важнее только, чтобы флаг не срубил тебе Какой процент то, что сейчас партия закончится не в ничью? Нет, тут на опте 0,8 секунды Так, ну это был огромнейший запас Там уже все было понятно давно С ним же играем, Е3 Там после первого перевода коней было все понятно Сейчас новая идея, вот такой вот перевод сферза Креативно Да Так, с ним уже только счет 6-0 Очень приятное занятие, ты знаешь На меня это, знаешь, как будто ты с этими С четками кинуть играешься С четками? Да Вам, знаешь, что напоминают Эти, как там, карусельки По-любому ты катался на карусельках? Да, я очень люблю эти Экстремальные аттракционы Ну вот Ну, связи никакой, если честно Да нет, по кругу Конь Д4 А, ну да Конь Д4 Конь Д2 И конь, видимо, на Е3 приходит Да, отличнейшее поле занимает Поэтому он его меняет Мы получаем очень сильно пешку на Д2 Она решит судьбу партию в его пользу Ну, мы напали на пешку Да, такая жертва неожиданная Абсолютно бесполезная Обычно Ты4 Нет, она не решила исход партии Да, он хочет фоксировать ничью, ты видишь Какой наклец Мы не можем этого допустить Фон Д2 На что он займет Мощнейшую диагональ Нет, не займет На что он займет мощнейшую диагональ Е1-Ж3 Она крайне важна в данной позиции Е1-Ж3 Да Так, какие-то глупые связки Опять он надевает слона Тяжелый случай О, видишь, не все так плохо 5-6 5-6 2 надо разбить слона Он же застоялся Сейчас он влезет на мяло-диабель на вторую линию Что абсолютно ничего не дает Да, и мы поведем ферзя Поведем ферзя Поведем ферзя Поведем ферзя Поведем ферзя Поведем ферзя В общем-то, какая разница Поменяемся Скидим ферзя Крой-Ж2 Скидим О, какая жертва Отрезаем короля Ты забыл? Да, только он отрезался не в ту сторону Тем не менее, партия закончилась И мы играем в следующей партии первым ходом Ж5 Точно Потом же Ж4 H5 H4 Под темп стал, ой как Ж6 С5 Ж3 Модный вариант в защите Алехина Ж За белых РОВ6 Меняет ферзей Понятно, что он не собрался детский мат ставить Я собрался ферзей менять Наш токонник этого не прочувствовал Он видимо думает, что против него непонятно кто играет И забирается детский мат Кто будет детский мат ставить вообще? Ну о чем он не думает? То есть возможность поменять ферзей Сейчас ферзей занимает шикарное блокадное поле Ф4 И партия заканчивается Просрочкой времени у белых Видимо Да, взевает коня Случается с людьми такое А, наверное, это была жертва З6 Непонятно Ничего, правда? Жертва позиции Это новая разновидная жертва В 21 веке стала популярна Практически уже новый такой Прием постепенно становится элементом Стандартной техники шахматиста Раньше это было что-то новое И еще некоторые люди смотрели с подозрением на эту идею Но с тех пор такая жертва позиции Это стал общеизвестным приемом, на мой взгляд Все придается Да Жертву слона и позицию Тоже люблю применять этот прием Особенно мой партнер в класс Почему-то постоянно приходится жертвовать позицию И загибаться Так, ну Шахи, ты забыл про Шахи Точно, мы должны повторить позицию Чтобы отнять у него время И теперь сделать важнейший способ Ладья Е7, отнять его Шахи Дать ладью в один ход Он продумает не меньше двух секунд И мы выиграем по времени Мы выиграем по времени Путем отдачи еще одной ладьи И теперь важнейшего хода Е4 И Е3 И Е5 И, к сожалению, ваше спрендинге не хватило времени Что очень обидно Соборезно Вот если бы ты добавил ему минуту Е3 Слон Е2 Алиф 1 Д3 Ферс Д2 Слон Д1 Слон С3 Слон С2 Ферс Д1 Слон Д2 Слон Е1 Отлично Ферс Д2 Ферс Д2 Ферс Д2 Ферс Д2 Слон Ферс Д2 Ферс Д1 Как-то переиграл у нас, ты че хнуешь? Я ощущаю Ну, ждем 4, и ладья пошли на б7 Не хочет он пустить нашу ладью на б7 Поэтому поставили на f1, очень активное поле Всегда ставьте свой ладью на f1, чтобы она упиралась в собственную пешку Практически так же важно, как вовремя поменять ферзей Ну и хорошо срубить флаг Может быть хорошо срубить флаг даже важнее Разумеется, пойдет король G7, нет, не прошло, удивительно Ну это не прочувствовало, да Да, ну и белые выиграют по времени Как это предполагалось Да Что с твоим этим? Твоей компенсацией, лага Бежит там все так плохо Да, белые тут абсолютно легко выиграют по времени Или дадут матку, скорее всего, выиграют по времени Зрители давно не видели мата И не слышали И не слышали На самом деле, поэтому они не слышали Да Итак, на этом вторая часть заканчивается Ставьте Да, я чувствую, что это будет бесконечно Да, пишите комментарии, насколько затянется серия этих выпусков Напоминаем, что около 20 минут Добавил субтитры сделал DimaTorzok